О походах, славных и боях с врагами Валентина Хрящева и Василий Рогов вспоминают за чашкой чая. Познакомились ветераны уже после Великой Отечественной. Однако в их военной судьбе можно найти много общего. Оба отправились на фронт совсем юными. Оба хотели служить на передовой. Так Василия Рогова война застала за строительством железнодорожного тоннеля в Хабаровске. Пять дней в тоннеле я поработал, началась война. Мы к начальству. Отпустите нас на фронт. Нет, пока не закончится. Так мы ночами работали, спали там в этой тоннеле. И через шесть дней закончили. Василия Адамовича отправили на учебу в школу младшего состава, в радиоотделение. Отучившись, он попал в 144-й отдельный артиллерийский батальон, расположенный на Дальневосточном фронте. Однако первое боевое крещение Рогову суждено было получить все же в Югославии. Там, будучи 20-летним юношей, Василий принял участие в кровопролитном бою. Всегда страшно. Но ответственность бывает, когда ты на таком положении отвечаешь и за других людей, то сам тогда стараешься лезть в самое опасное место. Такую же ответственность за жизни соотечественников чувствовала и маленькая Валя. Такое прозвище дали хрящевые однополчане. 16-летняя девушка, которая первые годы войны провела в Челябинском госпитале, в 44-м отправилась на передовую в Заполярье. Имена ей обязаны своими жизнями сотни солдат, которых юная санинструктор выхаживала после ранений. Был раненый, молодой-молодой мальчик, ему лет 18, наверное, было. И он в ногу сильный, кровотечение у него такое было. Я его перевязала, и он вытащил пистолет и решил себя пристрелить. И я успела, как я его ногой прямо по руке, и пистолет выскочил. А вот победу встречала Валентина Ивановна во 2-й белорусской дивизии в окопах. Василий Адамович в то время находился в венгерском госпитале. Но об этом они рассказали друг другу в Сочи только через полвека. Потеряв супругов, решили начать жизнь с нуля. Ведь у них одна на всех победа. Василий Рогов и в 93 года ведет активную общественную деятельность. А Валентина Хрящева выращивает цветы. Каждое утро я в первую очередь открываю двери, выхожу сюда, у меня в церковь. Видите, помолюсь и попрошу здоровья. Здоровья себе и, конечно, своим детям, внукам и правнукам. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.